Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как избавиться от эмоциональной зависимости к человеку, как разлюбить? Весной влюбилась в одного человека, была романтическая связь, полгода на расстоянии. Встречались, хотели семью, намного ссорились, боролись за власть. В итоге все привело к паузе, которую попросил. Но я считаю, это конец, и уже начало я хоронить отношения. Очень больно, голова думает только о нем. Помогите, пожалуйста, избавиться от этой привязанности, как можно быстрее жду ваших советов или техник. Благодарю всех от души. Смотрите, аноним. Ситуация здесь следующая. Советов, во-первых, психологи не дают. Это первое, что хочется сказать. Потому что давать совет означает брать ответственность за вашу жизнь на нас. Это было бы несправедливо по отношению к вам. Что касается техник, то техник это инструмент, который работает достаточно узконаправленно. Он может быть как вредным, так и полезным. И я не думаю, что не пообщавшись с вами, не поисследовав вашу личность, можно давать какие-то техники вот так вот просто. Кроме того, разлюбить по желанию невозможно, как невозможно избавиться от какого-то чувства. На мой взгляд, проблема здесь заключается именно в том, что вы хотите быстрее избавиться от этого чувства. Дело в том, что ваша влюбленность или привязанность, как вы говорите, не появилась на ровном месте. То есть ваша влюбленность, ваша привязанность появилась из определенной, на мой взгляд, потребности, которую нужно исследовать, которую нужно увидеть, которую нужно реализовать по-другому. Ну вот, ну то есть другим способом, другим путем, скажем так. Вот. А то, что вы пытаетесь сделать сейчас, это просто механически убрать, значит, те чувства, которые вам скажут неправильными, неприятными, нехорошими и так далее. На мой взгляд, по отношению к вам, это крайне негуманно. На мой взгляд, по отношению к вам, это крайне неэтично. Вот. Поэтому я не рекомендую категорически относиться к тому, что вы чувствуете именно так. Вот. А, да. Сейчас вы расстались с молодым человеком. Да, сейчас вам больно. И это, на мой взгляд, абсолютно нормально, что вы хотите избавиться от этих чувств. Но нужно подойти к вопросу максимально всесторонним. И, поисследовать, в первую очередь, как вы в такого рода отношениях оказались. Как вы в них ощутились? Вот. Почему ссорились? А почему отношения были на расстоянии? А почему боролись за власть? Вот. И почему пауза, которую попросил ваш партнер, вами воспринимается как конец отношений? Вот. Ну, может быть, это, конечно, и конец отношений. Я не знаю, да, и я не думаю, что кто-то знает. Может быть, это и конец отношений? Но, на мой взгляд, да, вы торопитесь. На мой взгляд, вы рационализируете излишнюю ситуацию. И, на мой взгляд, вы просто-напросто бежите от боли, которую вы испытываете. Вас никто не винит за то, что вы пытаетесь сбежать от боли, но самый лучший способ – это не бежать от нее. Самый лучший способ – это проживать ее. Вот. Проживать ее вместе с психологом. Вот. И смотрите, какие чувства и потребности там есть еще. Вот. Я повторюсь, я повторюсь, что привязанность возникает в результате потребностей. То есть, у вас есть некая потребность, которую вам необходимо увидеть и научиться по-другому реализовать. Вот. Если вы, допустим, ну, как вот вы говорите, советами или техниками, да, решите просто убрать ваши эмоции, вот, что, ну, как бы ничего хорошего из этого не получится, конфликт ваш останется и, значит, ничего не изменится, вы попадете точно в такие же отношения снова. Вот вы говорите, что голова думает только о нем. Ну, а чем она думает? Ведь голова думает, а, 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 вряд ли о том, чтобы, чтобы сделать человека счастливым. Я имею в виду, а, вашего, а, партнера, партнера. Вот. Вряд ли. Я думаю, что голова думает о, о, ваше, о том, как вы хотите быть с ним. Вот. Ну, чего именно вы хотите быть с ним. Вообще, психотерапия эмоциональной зависимости, она не быстрая. Вот. Психотерапия эмоциональной зависимости достаточно продолжительная. где-то по полгода может длиться, в зависимости от ее, так скажем, силы, да, в зависимости от механизма защиты, которые у вас есть, в зависимости от других факторов. Поэтому я бы рассчитывал на, вот, полгода терапии для гармонизации. Научение выстраивать более конструктивные отношения, вот, с мужчинами, в частности. Вот. И, соответственно, корректирование своего поведения. Как-то так, но ключевой момент заключается именно в потребности, которую вы пытаетесь реализовать через данную привязанность. А отдельно нужно понимать, что если вы оказались в такой позиции, в таком состоянии, если вы оказались в такой ситуации для себя непростой. Вот. Отдельно нужно понимать, что вы были уже в таком состоянии до того, как эти отношения начались, вы уже находились в таком состоянии для вас. Эти отношения, по большому счету, это способ обратиться со своим конфликтом. Вот. А судя по тому, что вы пишете, а именно хотите избавиться от чувств, которые вам кажется неправильным, или которые, в кавычках, вам вредит, вот, вы склонны избегать определенных переживаний. Соответственно, избегание определенных переживаний ведет к тому, что что-то обретает над вами контроль и власть. Вот. Кроме того, конфликты в отношениях ссоры, в частности, связаны с эмоциональной определенной депривацией внутренней, когда человек не очень распознает свои чувства и не может о них сказать. Ссоры говорят о проблематике личных границ. Вот. То есть о страхе близости эмоциональной. Вот. Я бы рекомендовал вам здесь почитать в интернете психологическую игру «Скандал». Что касается борьбы за власть, то это тревожность. Страх, 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 потери контроля. Вот. И, на мой взгляд, вот ситуация в целом выглядит действительно как потеря контроля. Как потеря контроля. Прямо сейчас. У вас все, я имею ввиду. Ваши потери контроля. Вот. Поэтому с контролем, с локусом контроля тоже необходимо работать. Все это делается в процессе психотерапии взаимодействия с психологом. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо.